Вальс медсестер, полевая кухня и забег по центральным улицам в Сочи начали отмечать День Победы. В Красной Поляне открыли памятник маршалу Гречко. Средства на его создание собрали жители поселка и меценаты. Выдал лежак, выдай и чек. Этим летом к арендаторам пляжей новые требования. Соответствовать им нужно уже через полмесяца. Одно из самых известных свидетельств Второй мировой прозвучит на двух языках. В Сочи представят монооперу дневник Анны Франк. Патриотическое воспитание подрастающего поколения Вениамин Кондратьев обсудил с ветеранами Великой Отечественной войны. Уже традиционно накануне Дня Победы в Краснодарском выставочном зале боевой славы губернатор встретился с фронтовиками и молодежным активом. В школах края созданы музеи и уголки боевой славы. Практически в каждой из них есть классы, которые носят имена героев-защитников Отечества. Глава региона поблагодарил ветеранов за активное участие в общественной жизни Кубани, ведь они помогают не только в вопросах воспитания молодежи, но и в управлении краем. В некоторых районах представители Совета ветеранов стали советниками и помощниками глав района. Вот почему эту практику не распространить на все районы? Я считаю, это сделать нужно. И тогда опленными подсказками, советами, ощущением, что нужно еще сделать для патриотического воспитания в районе, для молодежи. В том числе на определенные идеи. Поэтому, Алексей Сергеевич, давайте сделаем, чтобы представители Совета ветеранов в каждом районе стали помощниками глав и районов, и тех территориальных образований, и тех поселений, где существуют Советы ветеранов. И это обязательно. В свою очередь ветераны рассказали Вениамину Кондратьеву о волнующих их темах. Олег Бредихин обратился к губернатору за поддержкой. Музей, который находится в одной из школ около Сопки Героев в Крымском районе, сегодня не так популярен среди молодого поколения. Хотя там расположены уникальные экспонаты военных лет. Глава региона поручил восстановить музей и открыть его для школьных экскурсий. Вальс медсестер, полевая кухня и забег во знаменование Победы. Акция «Подвиг» во имя жизни состоялась сегодня в Сочи у одноименной Стеллы. Митинг в честь 74-й годовщины Победы Великой Отечественной посвятили подвигу медицинских работников. Место выбрано не случайно. Этот мемориальный комплекс у Южного входа в парк Ривьера возведен в память о героическом подвиге сочинских медиков и просто горожан, которые спасали жизни раненых бойцов. В военные годы всенародный курорт был превращен в город-госпиталь. Так, самый мирный город внес огромный вклад в помощь фронту. За военные годы в Сочи прошли лечение и реабилитацию почти 336 тысяч бойцов, которые после выписки вернулись в строй. Идея памятной Стеллы «Подвиг во имя жизни» пришла к главному врачу Советского Союза. Строить ее начали в 1974-м, а открыли ровно 24 года назад, 8 мая 1995-го. Вклад медработников, да и просто жителей курорта в победу получил высокую оценку. В 1980-м году город Сочи был награжден орденом Отечественной войны первой степени. Этот подвиг не забыт и сегодня. Я считаю, что именно на долю медиков выпала самая большая, как сказать, ноша. У них была большая ответственность вылечить, главное, всех солдатов, чтобы они снова смогли стать в строй. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы тоже быть такими же храбрыми, какими они были в годы войны. И также с честью носить белый халат. Участие в акции памяти «Подвиг во имя жизни» сегодня приняли и медработники, и руководство Сочи, и те, кто не понаслышке знает о войне – ветераны. С каждым годом их все меньше, в том числе и на таких мероприятиях. Но тех, кто в строю в лицо, знает каждый школьник. Уроки мужества сегодня – это их основная задача, и герои снова на передовой. Ни в коем случае не хватит говорить о войне. О великом подвиге советского народа должен знать каждый ребенок. Он должен гордиться подвигом своего прапрадеда, он должен гордиться подвигом своего народа. Отмечать праздники победы, проводить военно-патриотические акции – это нужно не ветеранам уже, это нужно сегодня вот этим ребятам, чтобы они знали, гордились и себя готовили к великим подвигам. После возложения цветов в Кстеле всех пригласили в парк Ривьера на праздничную программу и полевую кухню. Солдатской каши здесь приготовили целую тонну, чтобы хватило всем. Ведь у многих День Победы ассоциируется не только с парадами и концертами, но и с главным блюдом войны – солдатской кашей. Это военная тайна. Это очень секретный рецепт, который уже на протяжении не одного десятилетия используется. В рядах еще и Красной армии, Советской армии, ну и сейчас Российской армии. Может быть, чуть-чуть меньше мяса было во время Великой Отечественной войны, а так все то же самое. Таисия Ивановна – врач-терапевт с 55-летним стажем. В годы войны была ребенком, но тогда ей не довелось узнать вкус солдатской каши. У нас даже во время оккупации не было каши, никаких. Так мы бедно жили. Мы были и школ забросили, все забросили. А потом встал госпиталь и приходили раненые. Вернуть строй людей, солдат. Это самая основная задача была. И на первом месте это была задача. И мы это успешно делали. За каждый наш счастливый час, за то, что дали жизнь мечтам, спасибо вам, спасибо вам. В знак благодарности и вознаменование победы сегодня же от памятника «Подвиг во имя жизни» стартовала спортивная эстафета, участие в которой приняли полтысячи сочинцев. Я считаю, что это меньшее, что мы можем сделать для людей, которые заслужили победу. И благодаря них мы сейчас стоим здесь. Мы пришли сюда представить свою школу и воздать честь людям, которые участвовали в войне. Мы можем почистить их память тем, что мы здесь присутствуем, то, что мы о них помним. Чтобы с детьми время провести, чтобы их приобщать к этим массовым мероприятиям. Честь Дня Победы. Память, конечно, в честь наших победителей. Это дань памяти ветеранам, которых осталось не так много на этом свете. Важно помнить о том, с чего все начиналось и как наши прадеды воевали и отвоевывали территорию для того, чтобы мы жили, чтобы у нас было мирное небо над головой. В основном участниками забега, который финишировал на площади флага, стали школьники и воспитанники спортшкол. Но более сотни участников – это сочинцы, которые просто услышали о забеге и пришли. Такое количество – уже рекорд. В прошлые годы желающих было намного меньше. К тому же на этот раз бежали даже малыши. Особенный день посвященный Победе, поэтому и приучаем ребенка уже к традициям нашей России. Здесь никто не соревновался и не ждал наград. Но все же на финише участников забега поощрили еще одним концертом с песнями военных лет. Татьяна Говоркова, Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Накануне праздника Победы на курорте открыли монумент в честь полководца Андрея Гречко. Церемония состоялась в поселке Красная Поляна при участии главы Сочи Анатолия Пахомова и депутата Госдумы Константина Затулина. На торжественную церемонию открытия монумента в честь Андрея Гречко собралось огромное количество людей, среди которых были представители казачества, силовых структур города, а также жители Красной Поляны. Одним маршал хорошо известен как талантливый полковолец, ведь в годы войны под его командованием 18-я армия успешно остановила наступление немецких войск на Кавказ, а другие в первую очередь считают его авторитетным политиком, который с 60-х годов активно вел благоустройство поселка. Инициатива создания бронзового монумента высотой в 5 метров принадлежит главе Краснополянского поселкового округа. Достойную идею поддержали сами краснополянцы и меценаты всего. За два месяца они собрали сумму почти 3 миллиона рублей. В канун Великой Победы монумент открыли герой Советского Союза генерал-майор Павел Бубинин и Тармара Булавина, которая долгое время работала с маршалом. Сегодня это еще одно военно-патриотическое мероприятие, которое направлено на то, чтобы первое, увековечить память героя, вернее даже дважды героя Советского Союза, маршала Советского Союза Гречка. С другой стороны, этот памятник будет напоминать всегда и жителям, и гостям города, и подрастающему поколению о том, что герои живут среди нас, герои защищали нас, и вечная память героям, и мы будем верны именно подвигу наших героев. Поздравлением присоединился депутат Государственной Думы Константин Затулин. Я хочу просто лишний раз подчеркнуть свою глубокую признательность краснополянцам за то, что они сегодня, в канун Дня Победы, несмотря на погоду, собрались здесь, и за то, что до этого они продемонстрировали, что главное для них – это не только хорошо принять гостей, но и помнить о тех, кто внес свой вклад в нашу победу, и внес свой вклад, между прочим, в развитие самой Красной Поляны, как это сделал Гречка Андрей Антонович. Впрочем, и для самих краснополянцев поприсутствовать на торжестве было делом чести. Наши родители были лично знакомы с маршалом. Имели один раз встречу. Да, встречу имели. И встречались с отцом, почему? Потому что отец – участник Великой Отечественной войны. Их много чего связывало. Монумент легендарного Андрея Гречка стал первым памятником офицеров Красной Поляне. Почтить память героя и возложить цветы может каждый сочинец. Для удобства желающих администрация Адлерского района предусмотрела рядом с монументом парковочные места, в том числе и для инвалидов. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. 9 мая в Сочи ночью дождь, днем переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15, днем 17-19 градусов выше нуля. Диктант Победы стал интернациональным. В Сочи тест на знание истории Великой Отечественной решили написать и иностранные студенты. На базе института РУДН диктант Победы писали студенты из Туркмении, Таджикистана, Узбекистана, Молдавии и Абхазии. Присоединились к всероссийской акции и преподаватели, в том числе и ректор института депутат Надежда Козлова. Она отметила, что все педагоги с удовольствием зарегистрировались сами и усиленно информировали местных жителей, где именно и когда можно написать диктант Победы. Встречали Адлерцев и на входе в здание. Мне было интересно проверить свои знания, насколько глубоко я знаю историю Великой Отечественной войны. И поняла, что есть еще много интересных моментов, которых я не знаю. И обязательно открою интернет и посмотрю правильные ответы. Большинство вопросов были понятны и легкие, но, конечно, некоторые вызвали сложность, особенно вопросы с картинками, так как там нужно не только знать даты и места, но еще и иметь зрительную память очень хорошую. На прохождение теста 45 минут. Вопросы, разработанные историками, посвящены датам, событиям, военной географии, историческим личностям, плакатам военной эпохи, художественной литературе и памятникам. Всего в Сочи в диктанте Победы приняли участие 464 человека. Итоги будут подведены 12 июня. Проверить свой результат можно будет по индивидуальному номеру на сайте акции. Сочинское управление внутренних дел решило оригинально поздравить ветеранов. Сотрудники организовали живую открытку. Выстроились с шариками в виде надписи «9 мая». Этому предшествовал целый ряд мероприятий. И ветеранов поздравляли, и помощь оказали постаревшим героям. А накануне Дня Победы вообще вышли на улицы с флажками. Их изготовили специально по заказу правоохранителей. Пешеходам вручали флажки, а водителям еще и наклейки на автомобили. Подарки от полиции были неожиданными и, тем не менее, очень приятными. Мои лапочки, мои лапочки, всех вам благ. Водителям и пешеходам напомнили, что в сам праздник 9 мая в Сочи будет ограничено движение транспорта. В том числе и общественного. Жители и гостей города призвали заранее планировать свой маршрут. И сегодня же глава Сочи обратился ко всем жителям и гостям города с поздравлением в честь Дня Победы. Дорогие наши ветераны, поздравляю вас с Днем Великой Победы. Ценой невероятных потерь и ценой беспримерного героизма вы остановили врага и спасли мир от коричневой чумы. Вечная память солдатам Родины. Вечная память труженикам тыла. За последние десятилетия изменилась страна, за которую вы воевали. Изменился мир, в котором мы живем. Новые границы разделили вас с боевыми товарищами из братских республик, которые вместе с вами, плечом к плечу, бились на фронтах Великой Отечественной. Вы воевали за общую Родину, а теперь живете в разных государствах. Но у вашего подвига нет границ. 9 мая – это наш общий праздник. Мы обязаны вам всем, что сегодня у нас есть. Весь мир в неоплатном долгу перед вами, перед живыми и павшими. Спасибо вам, дорогие. Низкий вам поклон. С Днем Победы! Основные мероприятия, посвященные Дню Победы, конечно, пройдут завтра. В 9 утра состоится торжественное возложение цветов и венков к Чаше Вечного Огня на мемориале в Завокзальном микрорайоне. С 10 часов утра и до 10 вечера праздник продолжится на площади Южного Мола. Там будет идти трансляция Парада Победы с Красной площади, показ фильмов, праздничный концерт, будет работать полевая кухня. В 11 часов от Зимнего театра стартует акция «Бессмертный полк». Колонны пройдут до Стеллы «Подвиг во имя жизни». В Красной Поляне и Адлере «Бессмертный полк» стартует раньше – в 9 утра, в Лазаревском – в 10. В 11 часов в Черешневом саду Морпорта откроется выставка-ярмарка «Город мастеров». Будут работать интерактивные площадки. В 3 часа дня на площади флага будет установлен рекорд Победы. Так называется всероссийская акция. Нужно отжаться по одному разу за каждый мирный день с момента окончания войны. В этом году в каждом городе участники отожмутся в общей сумме 27 тысяч 28 раз. Присоединиться может любой желающий. В День Победы свободный вход во все муниципальные музеи. Это музей истории, спортивной славы, музей Островского, дача Барсова и музей истории Хостинского, Адлерского и Лазаревского районов. В 16 часов в Ротонде на Несебрской улице будут читать фронтовую лирику. А в это же время у здания городского собрания начнется концерт любительских хоров. В 19.30 акция «Свеча памяти» пройдет в хосте старту Дома культуры «Луч». Ярким финалом праздника станет салют. Он расцветит ночное небо в 22 часа на площади Южного Мола. Также 9 мая вход в парки Дендрарий и Южные культуры будет бесплатным с 9 до 18 часов. Если позволит погода, многие и сочинцы, и гости города, конечно, проведут праздничный день на свежем воздухе. В том числе и у моря. Тем более в Сочи увеличилось количество благоустроенных пляжей. Теперь их 198. Они в активный курортный сезон будут работать с соблюдением всех санитарных норм и правил безопасности. В Сочи благоустроенных пляжей стало больше. Три новых обустроили в Лазаревском районе. В потелке Учдере, Аше и Горный воздух. На всем побережье у 198 пляжей есть хозяева в лице арендаторов, которые будут работать только в том случае, если выполнят все требования. И в первую очередь ставят задачу заместителей главы города. Отдых на воде должен быть безопасным. В 20.00 заканчивает работать у нас пляжи. Соответственно, прошу усилить после 20.00 натянуть ленты на пляжах. Для того, чтобы было написано и видно. Потому что на пляж доступ запрещен. Соответственно, еще раз повторю, охрана должна находиться в постоянном режиме. С частными охранными предприятиями договоры обязательны, как и обязательны сейфовые ячейки, чтобы раз и навсегда решить проблему кражи сотовых телефонов. В списке обязательных условий наличие пляжного оборудования, спасательной лодки, буйков, ограждений, мусорных урн, туалета. К 1 июня все пляжные территории, которые были отсыпаны или пострадали от штурмов, должны быть выровнены. И новое требование от налоговой инспекции – обязательное использование кассовых аппаратов. Обязательное наличие кассового аппарата. При проведении любых кассовых операций, связанных с выдачей лежаков, либо продажей прохладительных напитков, либо выдачей скутеров для проката, любая операция на пляжной территории должна сопровождаться выдачей кассового чека. У некоторых пляжей появились новые арендаторы, прежние не соблюдали требования, с ними власти решили расторгнуть договор. Традиционно соглашение подписывают на год или на пять лет. Кто будет работать у моря в этом году, станет известно 1 июня. В этот день пройдет окончательная проверка готовности мест отдыха. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Одно из самых известных свидетельств Второй мировой войны прозвучит в Сочи на двух языках. Дневник Анны Франк – это реальная история 13-летней еврейской девочки, которая два года вместе с семьей скрывалась от гестапо в тайном убежище. В Сочи известную монооперу дополнили хореографией. Все переживания Анны описаны в ее заметках, которые были опубликованы в 1947 году. Сама девочка погибла в 45-м в лагере смерти. История Анны потрясла и советского композитора Григория Фрида. Он написал монооперу для сопрано и девяти музыкантов оркестра. Произведение сегодня очень популярно за рубежом. Его активно исполняют музыкальные театры Европы и Америки. В Сочи в парке науки и искусств «Сириус» будет показана одна из самых интересных постановок. Прежде всего, она отличается тем, что разработана в сотрудничестве с Институтом современного танца. Кроме инструментальной и вокальной партии, в сценографию добавлена хореография. Для нас при этом очень важно рассказать и напомнить молодому поколению, которые живут, не зная национал-социализма, об этой истории. Это важно помнить. Этот проект мы также показываем в разных городах Австрии, в том числе и в школах, чтобы рассказывать историю дальше. 350 страниц дневника «Два года страха и надежд» воплощены в 70 минутах оперы. 12 мая в «Сириусе» в 11 и 19 часов исполнят оперу в оригинальной версии по-русски, а в 15 часов – на немецком языке. Также 9 мая свою программу там представит Сочинский симфонический оркестр. И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и в телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях и в группах «Говорит Сочи», в «Фейсбуке», «Инстаграме», «Одноклассниках», «Телеграме» и в сообществе «ВКонтакте». В студии была Инга Агабешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...